Занимаюсь введением курсов, связанных в той или иной степени с направлением Helldesk. Это курсы, связанные с диагностикой компьютерного оборудования, с диагностикой программного обеспечения, с поиском неисправностей, восстановлением работоспособности как аппаратных, так и программных компонентов компьютера. Курсы, связанные с основами сетевых технологий, курсы, связанные с грамотным и профессиональным выбором компьютерного железа, с обслуживанием как серверных платформ, так и мобильных платформ. Так что, коллеги, в принципе, мне есть, что о чем вам рассказать. А если в процессе нашей с вами беседы у вас будут возникать вопросы, ну, надеюсь, что я смогу на все ваши вопросы ответить. Озвучу тему, ради которой мы все сегодня с вами собрались. Я хотел бы в качестве, ну, просто презентации, если хотите, рассказать о некоторых аспектах восстановления работоспособности компьютера. То есть, не секрет, что, в принципе, в самый неподходящий момент может случиться то, что называется поломка. Собственно, о некоторых особенностях, как проводить диагностику, как восстановить работоспособность, мы и должны будем сегодня с вами побеседовать. Ну, коллеги, а с вами давайте, поскольку вы очный, также познакомитесь, ваши имена. Очень приятно. Вот, отлично, очень приятно. Вы у нас единственный очный слушатель на сегодняшний вебинаре. В любом случае, к вам такая же просьба. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Так, ну что, коллеги, давайте начнем. Занимаясь диагностикой восстановлением компьютерных систем, коллеги, мы должны прекрасно понимать, что пока мы не знаем, как компьютер устроен, пока мы не знаем, как работают все основные его компоненты, говорить о профессиональном ремонте, о профессиональной диагностике, ну, не просто невозможно, а нереально. Давайте начнем с самых простых вещей. Что такое персональный компьютер? Вот в вашем понимании, что есть персональный компьютер? К вам, коллеги, в первую очередь, как вы оцениваете, что такое компьютер? Что есть ПК? Аппаратные средства? Только лишь аппаратные? Аппаратные программы? Совершенно верно. То есть, совершенно очевидно, в принципе, я здесь кое-какие слайдики подготовил. Любой персональный компьютер – это не только какие-то устройства, контроллеры, оборудование. Ни один контроллер, ни одна микросхема самостоятельно работать не будет. Все, что внутри компьютера происходит, все происходит под управлением программного обеспечения. Поэтому, если нужно самое простое определение, что есть персональный компьютер, оно будет звучать следующим образом. Персональный компьютер – это совокупность аппаратно-программных средств, предназначенных для обработки данных. То есть, внутри компьютера есть устройство, есть оборудование. Каждое устройство управляется собственным контроллером. То есть, есть применология, понятие контроллера. Что такое контроллер? Это электронная схема или электронная плата, с помощью которой идет управление устройством. То есть, если у нас есть на материнской плате, допустим, разъемчик USB, значит, где-то на материнской плате должен быть USB контроль. Если есть разъем SATA для подключения жесткого диска, значит, аналогично должен быть где-то контроль. То есть, фактически, каждый группой устройств управляет свой контроль. Так вот, контроллеры сами, пусть они работают, все работает под управлением программного обеспечения. Ну и попробуем теперь детализировать, а что за программное обеспечение управляет оборудованием. Вот на этой диаграмме я эту ситуацию попытался объяснить Ну, насколько это получится, давайте сейчас разберемся То есть мы, как пользователи, работаем на самом верхнем прикладном уровне То есть мы работаем с программной операционной системой Что есть операционная система? Это множество различных программ, служебных программ Предназначенных для управления оборудованием компьютера И организации взаимодействия между пользователем и этими устройствами То есть задача любой операционки Заставить устройство работать и предоставить пользователю возможность интерфейса взаимодействия с этими устройствами Все достаточно просто С другой стороны, любой компьютер это множество различных электронных компонентов Это различные устройства, это контроллеры, управляющие устройствами Как операционная система взаимодействует с этим оборудованием? Не сама На самом деле есть прослойка Есть служебное программное обеспечение, которое мы не видим Которое мы не устанавливаем на жесткий диск, как мы устанавливаем операционную систему Это программное обеспечение идет в комплекте с оборудованием Это программное обеспечение называется BIOS Basic Input Output System Базовая система ввода-вывода Что я себе представляю? Это набор служебных микропрограмм от производителя оборудования Задача которых управлять оборудованием и передавать это взаимодействие компонентам операционной системы То есть в своем роде BIOS это такой посредник То есть если операционной системе нужно что-то с устройством сделать Операционная система вызывает соответствующую программу BIOS Дает ей команду и эта программа уже оборудованием руководит, управляет Вот собственно любой персональный компьютер это совокупность С верхней части операционная система Посредником между операционкой и устройством является тоже программное обеспечение BIOS И собственно множество каких-то устройств Вот на этой схемке как раз проиллюстрировано то, что является персональным компьютером То есть фактически это его модель Ну а теперь коллеги давайте вспомним Работать на персональном компьютере мы будем под управлением операционной системы Давайте немножечко поподробнее поговорим о том, что есть операционная система То есть если в целом что такое компьютер мы с вами решили Теперь определимся что такое операционная система В вашем представлении что есть операционная система Во-первых это не одна, это много служебных программ Задача которых управлять оборудованием Из чего компьютер состоит Это первая задача И вторая задача предоставить возможность пользователю с этими устройствами Взаимодействовать И вот давайте попробуем разобраться Если мы вот эти все служебные программы О которых мы говорим, что они входят в состав операционной системы Попробуем классифицировать, разбить на группы То мы получим следующие разновидности Самая главная часть любой операционной системы Это ее системные файлы Такое понятие знакомо? Слышали? Ой, коллеги, не слышали? Ну вот смотрите, даже могу показать конкретный пример Если я сейчас попробую запустить управление дисками Слышали в операционной системе Windows Такую системную утилиту Управление дисками Знакомые? Бывали здесь? Вот то, что мы видим Это деление жесткого диска на логические разделы Ну вот Александр говорит, да Вот смотрите, что я вижу Вот сведения о нашем физическом устройстве жесткий диск У нас есть три раздела созданных У меня, по крайней мере, здесь диаграмма не показывает Три раздела созданных нашим инженером на моем персональном компьютере Причем это не слайди, коллеги Это реальная ситуация Это деление диска на моей машине Которой я сейчас пользуюсь для общения с вами При этом я вижу, что один диск имеет имя, логический диск C И при этом, если я наведу курсор, он мне подсказывает, операционная система мне подсказывает, что это диск загрузка, загрузочный диск Если я посмотрю сюда, это просто основной раздел без комментариев А если я наведу курсор, вот на этот логический диск Я вижу, что он отмечен меткой как система и как активная система Так вот, коллеги, обратите внимание Операционная система это множество различных программ Которые будут обрабатывать, когда операционка будет работать, процессор Чтобы процессор смог эти программки выполнить, они должны находиться не на жестком диске в виде файла А должны быть загружены в оперативную память компьютера Непосредственно Та память, которая является рабочей, это оперативная память компьютера Так вот, коллеги, процесс загрузки, когда файлы операционной системы считываются с жесткого диска Ну, собственно, когда мы кнопочку включения нажимаем Начинается загрузка, мы в этот момент видим заставку о том, что операционная система загружается Загрузка операционной системы сама производится от сырости Или загрузкой управляют какие-либо программы, как вы считаете? Программы однозначно Так вот, коллеги, системные файлы это служебные программы Фактически, которые являются загрузчиками операционной системы Их задача загрузить операционную систему Они первыми попадают в память компьютера при загрузке И будут управлять загрузкой других компонентов операционной системы Уточним Чаще всего мы на сегодняшний день используем, ну, во-первых, платформу операционной системы Microsoft И чаще как бы операционную систему используем Или семерку, или восьмерку, или вот недавно появилась десятка В любом случае это родственная операционная система И если говорить об их системных файлах, то Системных файлах То здесь я выделю два объекта Это файл с... Boot MGR MGR R По назначению мы можем с вами догадаться, даже если включим логику и расшифруем название этого файла Boot как переводится? Загрузка MGR это сокращение от слова Manager Это менеджер загрузки Еще его называют системный загрузчик То есть это главный загрузчик, задача которого загрузить операционную систему Коллеги, а где находится операционная система? Она обязана находиться на логическом диске C Или можем во время установки операционной системы выбрать другой раздел? Можем другой Откуда загрузчик узнает, где находится папка Windows? Биус Нет, это биуси мы выбирать можем не логический диск для загрузки, а лишь физический диск Если у нас один жесткий диск, мы в биуси выбрали его как загрузочное устройство и все Не совсем Вот Boot Manager использует вспомогательный файл Есть вот такой в терминологии Windows Файл называется, точнее это база данных по сути Называется она в терминологии Windows хранилище BCD Расшифровывается аббревиатура как Boot Configuration Data Вот собственно основное назначение этого хранилища Внутри этого хранилища, внутри этой базы данных содержатся сведения об установленных на компьютере операционных системах и параметрах их загрузки Так вот, Boot Manager, чтобы определить, как загружать операционную систему, откуда читать файл, должен проанализировать вот это хранилище Так вот, коллеги, и это, и это, это так называемые системные файлы операционной системы Пожалуй, одна из самых главных частей операционной системы и повреждение любого из этих компонентов уже приведет к тому, что вы не дождетесь того результата, ради которого вы в питании компьютера включили Операционная система грузиться не будет Поскольку являются очень важными объектами А, кстати, кто является самым большим врагом этих файлов, как вы сами думаете? Кто их чаще всего удаляет, портит, губит? Догадайтесь в трех раз Сам пользователь, неопытный пользователь Я даже могу честнее сказать про этого пользователя Это прослойка, прокладка между монитором и спинкой кресла Потому что, по сути, пользователем назвать его с большой натяжкой можно Так вот, коллеги, ситуация до банальности проста Многие неопытные пользователи Да, Александр, правильный пользователь Так вот, многие неопытные пользователи Они на самом деле имеют превратное представление о структуре операционной системы Превратное какое? Они считают, что все, что связано с операционной системой Это папка Windows, и эти файлы трогать ни в коем случае нельзя А то, что лежит вне папки Windows Это может мусором быть Ну, естественно, когда дело у таких пользователей Доходит до очистки диска Удаления мусора Вот здесь-то как раз и возникает Вот та самая неприятность Когда пользователь, хорошенько почистив диск С его точки зрения мусора При следующей перезагрузке на экране видит на черном экране сообщение А сообщение будет иметь следующий текст BootMGR is missing Знакомая ситуация Вы не встречались пока? У вас все впереди, когда коллег Придете к нам на курс технического обслуживания и ремонта Там есть лабораторные работы На которых мы учимся вот эти ситуации уже своими руками разруливать Вот, собственно, там я вам эти ситуации смоделирую уже на практических занятиях Естественно, в теории мы будем говорить уже гораздо более подробно, чем на вебинаре Как эти ситуации разруливают Как их идентифицируют, как их восстанавливают Ну а теперь я готов продемонстрировать еще раз Системными файлами современных Microsoft операционной систем Являются два объекта файловой системы То есть два файла BootMGR, менеджер загрузки, системный загрузчик Это главный загрузчик Задача загрузить операционную систему И хранилище база данных BCD, Boot Configuration Data В которой хранятся сведения об установленных на компьютере операционных системах И параметрах их загрузки А теперь самое интересное, коллеги По правилам организации загрузки Системные файлы должны находиться в корневой папке Активного раздела жесткого диска Активного раздела Если я сейчас вернусь к управлению диском И продемонстрирую вот эту подсказочку Которую нам операционка по поводу первого раздела дает Она нам говорит, что этот раздел помечен как активный Видите? Активный И системы в терминологии виду системный раздел Это синонимы Это родственные слова И это практически одно и то же Так вот, более того, современные операционные системы Достаточно часто этот раздел делают по умолчанию скрытым Пряча свои системные файлы Теперь мы уже знаем от кого От пользователя С другой стороны, я могу легко открыть этот раздел Сделать его доступным Достаточно простая процедура И отобразив содержимое Показать вам содержимое этого раздела Содержимое раздела вот на этом слайде И что же я вижу? Пусто, правильно? Но есть еще один маленький нюанс, коллеги Системные файлы по умолчанию являются скрытыми А сама операционная система Если настройки мы не меняли Скрытых файлов нам по умолчанию не показывает Поэтому я должен произвести сейчас настройку Через параметры папок Через вкладочку вид Выполнить Во-первых, убрать Галочку Скрывать защищенные системные файлы И поставить галочку Показывать скрытые файлы После этого, нажав на кнопочку ОК Собственно, вот он Исклонный файл Менеджер загрузки А вот она папка BOOT И если в нее зайти Мы увидим Вот то пресловутое хранилище BCD Вот, собственно, главная та часть Операционной системы Часть операционки Которая будет эту операционку загружать Ну, давайте я сейчас верну обратно В настройки Не люблю выставлять за собой мусор Убрав Бог Ну, а теперь, коллеги Возвращаемся к компонентам операционки Александра, BCD-1 Там есть копии И там есть еще логи, журналы Один Именно один Который не имеет расширения Имени Договорились? Понятно? Пока идем дальше Собственно, кроме системных файлов В состав любой операционной системы Входит ядро операционной системы Ядро операционной системы Применительно к операционным системам Microsoft Это вот такая программка Называется она ntoskrnl.exe nt Класс операционной системы Прародительница операционной системы nt Была когда-то оса операционной системы Kernel Ядро Что является ядром? Каково назначение этой программы? Это программа Коллеги, ядро операционной системы Это главная управляющая программа Ее задача управлять всеми процессами Ну, а на примерчике могу показать Ну, достаточно простой пример Ну, вот допустим Я беру файл Правая кнопочка мышки Копировать А дальше На дисце правая кнопочка мышки Вставить И что происходит? Копирование этого файла Но ведь все, что внутри компьютера происходит Оно не от цирости происходит А происходит под управлением чего? Программа Мы же с вами договорились Это главное правило работы ПК И его никогда не забываем А значит, копирование выполнила какая-то программка А программа внутри операционной системы Тысячи И как процессор узнал Какую программку из этих тысяч Надо выполнить, чтобы она этот файл скопировала Догадываемся теперь, кто ему это сообщил Ядро Вот вам, пожалуйста, чем ядро руководит Фактически оно является переводчиком Хотя не совсем Это не все, что касается ядра Ядро это все-таки главная управляющая программа Она руководит всем Дальше, коллеги Другой очень важной частью любой современной Microsoft операционной системы Является системный реестр Понятие знакомо? Не слышали? Ну вы счастливые люди, коллеги Если вы пока еще не сталкивались Но Александр говорит, что слышал Ну, я могу честно сказать Если до этого момента О понятии системного реестра Вы не имели никакого представления Если вы с головой Да и не только Поверхностно хотя бы В раздел хэлдеск окунетесь Понятие системного реестра Вы обязательно узнаете Системный реестр Не будет громким Назвать его Это сердце операционной системы Во-первых, его назначение Это база данных Иерархическая То есть имеющая сложную Многоуровневую структуру В которой хранятся все настройки Как самой операционной системы Так и всех установленных приложений Коллеги, такое понятие Как синий экран смерти Знакомо? Слышали, наверное? Так вот, одна из причин Синий экран смерти Это ошибки системного реестра Здравствуйте Здравствуйте Нашим слушателям Ну, тогда слушателям можно Дать Видели даже? Ну, я тоже Могу вас обрадовать Видел и вижу И продолжаю К несчастью А возможно, к счастью А к счастью почему? А если бы этого не было То моей работы сейчас бы не было Ну, это такой Меркантильный мой интерес Коллеги Не сочтите меня Злорадствующим Но, тем не менее Идеального программного обеспечения Не бывает И в любой программе Есть определенные ошибки Баги Периодически эти ошибочки Всплывают И как результат Это может вот такими Аварийными случаями Заканчиваться Ну, так вот Поподробнее давайте По системному реестру Ошибки системного реестра Критически приведут К невозможной загрузки Операционной системы Менее критические ошибки Приведут к тому Что операционная система Будет нестабильно работать Периодически Будет возникать Синий экран смерти Еще менее критические ошибки Могут привести к тому Что операционная система Начинает тормозить Медленно работать Ну, вот вам, пожалуйста, достаточно много того, чего, что зависит от реестра. Давайте познакомимся с реестром. Мне нужен будет проводник. И вы, как пользователи, должны будете знать совершенно точно, что системный реестр хранится по следующему адресу. Нам нужно будет пройти в папку Windows. Дальше найти папку System32. Дальше найти папку Config. И в папке Config мы с вами увидим следующие нужные компоненты. Default 1, SEM 2, Security 3, Software 4 и System 5. Ну, вот они, пять основных файлов системного реестра. Это святая святыня. То есть к системному реестру нужно очень бережно относиться. Ну, во-первых, безопасность операционной системы заключается не только в знании, что такое системный реестр. Вы, как пользователи, должны понимать, есть такое понятие, как профилактика операционной системы. А что включает профилактика операционной системы? Периодическое копирование, резервное копирование системного реестра. То есть, если вы будете системный реестр периодически резервно копировать, а значит, вы подстракуетесь, и если у вас в какой-то момент в этой базе данных возникнет критическая ошибка, но будет у вас сохраненная ранее исправная резервная копия, вы сможете восстановить работоспособность операционной системы. Так что в любом случае, вот вам, пожалуйста, еще одно слабое место операционной системы. Кроме системного реестра, у нас в состав операционной системы входит множество различных драйверов, плюс ко всему службы. Что такое служба? Служба – это служебная программа управления каким-либо процессом. Ну, допустим, служба печати – программа, управляющая принтером, печатью, документами. Сетевые службы – служба, управляющая взаимодействием компьютера в локальных сетях. Теперь что такое драйверы? Это служебные программы управления устройством. Понимаем, что компьютер – это множество различных устройств, и операционка может с устройством работать только с помощью драйвера. Если в операционной системе для устройства нет драйвера, работать это устройство не будет. Для части устройств драйвера встроены в саму операционную систему, но это не всегда бывает. Чем новее оборудование, которое вы используете внутри вашего персонального компьютера, тем выше вероятность того, что подключив устройство в самой операционной системе драйвера может не оказаться. И тогда наступает наша работа, наше время. Мы, как пользователи, которые обслуживаем систему, должны будем драйверы в операционку установить. Но как это делается, вы, как пользователь, не будем доказать. Собственно, остается совсем немножечко калить. Нужно еще сюда добавить что? Какие-то утилиты, программки вспомогательные. Допустим, калькулятор, допустим, пейнт, который я… То есть это вспомогательные, обличающие работу пользователя программы. Ну и последний компонент любой операционной системы современной – это интерфейс пользователя. Интерфейс пользователя. В операционной системе Windows что является интерфейсом? Рабочий стол. А рабочий стол возникает за счет работы программки Explorer. Explorer.exe. Вот если разделить программы… Пустите, коллеги. Программы операционной системы на группы, мы с вами получаем следующий компонент. В завершении вот этого диалога хочу еще раз сделать акцент. Только один компонент, это первый компонент, та часть операционной, которая является загрузчиком, находится не в папке Windows. То есть системные файлы находятся в корневой папке активного раздела. А все остальные компоненты операционной системы располагаются в виде программ, файлов, это папка Windows и вложенные папочки. С этим разобрались? Сложного здесь нет ничего, но вот это знание нам пригодится для того, чтобы идентифицировать неисправности. Если, коллеги, мы с этим с вами решили, давайте попробуем посмотреть, а как загружается операционная система. Что происходит в тот момент, когда операционная система загружается? Ну, я бы даже расширил, что происходит внутри компьютера в тот момент, когда мы нажимаем на кнопочку включения. Ну, чем мы занимаемся каждый день, правильно? Прежде чем начать работать, мы включаем и загружаем компьютер. Во-первых, давайте еще раз помним, уточним. Что такое загрузка компьютера? Что мы понимаем под загрузкой? Конечная цель – дать нам рабочую машину, правильно? Загрузка – это загрузка служебных программ и операционной системы, которые, собственно, будут оборудованием управлять и давать нам интерфейс, то есть давать нам связь, возможность. Вот это все понимаем под загрузкой. Вопрос, коллеги. Когда компьютер выключен, где находятся операционные системы, где хранятся файлы операционной системы? На жестком диске. Почему на жестком диске? А почему не в оперативной памяти? Потому что оперативная память, то есть непосредственно рабочая память компьютера является энергозависимой. Нет, Александр, в ПЗУ она хранится только в мобильных платформах, в планшетах и так далее. Ну, это даже не совсем ПЗУ, это ППЗУ, перезаписанная постоянная флеш-память. Почти по-русски уже сроднились с этим понятием. А если говорим о стационарном компьютере, то о выключенном состоянии файлы операционной системы лежат на основном носителе, на жестком диске. И когда мы питание включаем, файлы операционной жесткого диска должны прочитаться и загрузиться в оперативную память. И только тогда мы получаем работающий компьютер, работающий операционный стиль. Как происходит процесс загрузки, я отобразил на слайде. Не пугайтесь, коллеги. Не пугайтесь вот этого слайдника. Давайте по очереди попробуем вместе с вами сейчас со всеми этими нюансами разобраться. Я заглавил этот слайдик в процесс запуска персонального компьютера. Ну, давайте вместе. Подходим к системному блоку, вот он перед нами, нажимаем на кнопочку «Включить». Что происходит в этом случае? Кто мне скажет? Оно само включается? Да, внутри компьютера есть блок питания. Я вас обрадую. Управляет блоком питания материнская плата. И он сам не включится, пока материнская плата не даст ему на это разрешение, не даст ему команду. Системный блок хоть раз в жизни разбирали? Тогда должны знать, от кнопочки «Включение» ведет разъем. Нет, Александра, батареечка здесь ни при чем. Приходите. Милости просим на курс технической обслуживания и ремонт. Вот эту схемку мы будем как табличку умножения. Мы ее поподробнее разберем. Я, конечно, не обещаю, что она вам будет во сне в качестве кошмаров приходить, но это последовательные загрузки позволит вам идентифицировать основные неисправности ПК и справляться самостоятельно с восстановлением водоспособности. Ну а сейчас я просто попытаюсь вам немножечко помочь за это короткое время вначале сделать первый шажок к этому направлению, к этой цели. Коллеги, от кнопочки «Включение» ведет разъем, подключается к разъему на материнской плате. Этот разъем называется «Power Switch». «Power Switch». Нажимая на кнопочку, эти контакты на материнской плате между собой замыкаются. На материнской плате есть специальный контроллер управления питанием, его задача отслеживать замыкание этих контактов. И когда мы нажали на кнопочку «Контакты» в результате замкнулись, материнская плата вырабатывает специальный служебный сигнал, то есть специальное напряжение, но которое не питает устройство, а которое для управления используется. Этот сигнал называется «Pass On». Именно благодаря этому сигналу у нас происходит включение блока питания, то есть запускается блок питания. Вот здесь это у меня процесс, который одной кнопочкой точнее двумя пунктиками. То есть нажали на кнопку, материнская плата выработала сигнал «Pass On» и как результат что с блоком питания случилось? Блок питания запустился. Блок питания после запуска, что должен с собой сделать, как вы думаете? То есть что такое блок питания? Это источник вторичных напряжений. Современный блок питания на входе имеет напряжение переменной ток 220, на выходе должен выработать следующее напряжение. Это так, просто для справки. На выходе он должен выдать плюс 5 вольт, минус 5 вольт, плюс 12 вольт, минус 12 вольт и плюс 3,3 вольта. Вот эти напряжения на выходе принято называть вторичными напряжениями. Так вот, современный блок питания предназначен эти 220 превратить в этот набор напряжений. И через основные разъемчики, которыми обладает блок питания, эти напряжения подаются на материнскую плату, на контроллеры, на устройство, на видеокарточку, на жесткие действия, производя подачу питания. Ну так вот, коллеги. Как вы думаете, после запуска блока питания нужно убедиться, что напряжение, которое он начал формировать, исправно формируется? Ну представьте, вместо 5 вольт он из-за какой-то несправности начинает 25 вольт выдавать, а 5 вольтами питаются в основном микросхемы. Выживет ли микросхема, если на ее вход вместо 5 подать 25 вольт? Не вряд ли, а точно это я вам как инженер системотехник, говорю, совершенно точно нет. А значит, ну вот Александр подсказывает, да. После запуска блока питания, внутри блока питания есть специальная схемка, которая тестирует эти напряжения, проверяет их правильно. И если напряжение формируется правильно, то блок питания формирует, не только напряжение подает, он формирует еще один управляющий сигнал, который идет уже на материнскую плату из блока питания PowerGood. PowerGood это основной запускающий сигнал, то есть это управление запуском практически всех основных электронных компонентов. То есть если материнская плата из блока питания не получает PowerGood, работать контроллеры материнской платы, даже если подать питание, не будут. Ну а дальше, а дальше начинается логика работы материнки. Материнская плата, получив из блока питания сигнал PowerGood, в ответ формирует сигнал Ready. Ready переводится как готовность. Этот сигнал подается на соответствующую ножку центрального процессора. То есть до этого момента процессор находился в режиме ожидания, в режиме простоя, а сейчас процессор начинает выполнять программный код. То есть что, коллеги, понимаем, под вот этим пунктиком процессор начинает выполнять программный код. Это значит, что процессор начинает выполнять первую программу. Одно условие, чтобы процессор мог выполнить программу, программа должна находиться в электронной памяти. То есть не на жестком диске в виде кода, хранилища, а в электронной памяти. Как вы думаете, коллеги, есть ли внутри компьютера память, в отличие от оперативной памяти, которую называют энергонезависимой памятью? А это значит, что данные записаны туда, BIOS. Ну, BIOS – это программное обеспечение. Коллеги, я, конечно, понимаю, но меня больше устраивает использование правильной терминологии. Вот давайте отвлечемся на секундочку. Нет. Нет, Александр. Нет. Память процессора есть энергонезависимая, но она используется совершенно для других целей. Предполагаем, есть материнская плата. На материнской плате есть энергонезависимая память, ее называют флеш-память. Да, мы чаще всего называем это BIOS, правильно? Но BIOS – это Basic Input Output System, базовая система ввода-вывода. Это просто программы. BIOS не говорит, что это память, это программы. Так вот, флеш-ром. Флеш-ром – это память энергонезависимая. В ней на материнской плате производитель материночки записал. То есть мы купили материнку вместе с этим программным обеспечением. Там хранится BIOS, да. Второе. Там Setup BIOS. Догадываемся, о чем я говорю сейчас, коллеги. Что такое Setup BIOS? Это служебная программа, которую мы используем для настройки оборотной встроенную материнскую платку. Были там по клавише DEL чаще всего ходим, хотя не всегда по клавише DEL. Бывают и другие ситуации. Вот эта программка там же хранится. Там же хранится программа POST – Power-On-Self-Test, предназначенная для диагностики основных компонентов ПК – персонального компьютера. И там же находится небольшая программка управления загрузкой. Ее называют платформой независимой загрузчик Bootstrap. Bootstrap. Вот это все – это служебное ПО, служебное ПО, которое идет нам в комплекте с материнкой от производителя материнской платки. Обратите внимание, коллеги, без этого ПО работать оборудований не будет. Это ПО – программное обеспечение хранится в энергонезависимой памяти на материнке. А теперь, возвращаясь к последовательности загрузки. На момент вот этого запуска, формирования сигнала Ready, как вы думаете, коллеги, в оперативной памяти что-то может оказаться уже загруженным? Нет. Оперативная память была без питания, она энергозависима, она пуста. Совершенно верно. А, следовательно, когда вот на этом этапе процессор начинает выполнять программный ПО, это фактически означает, что процессор обращается в энергонезависимую память материнской платки, то есть обращается во флеш-ром. И что первым делом из этих программок он должен будет взять и выполнить? Заметьте, коллеги, эти программы уже находятся в памяти, а значит, на момент запуска системы каждый из них уже готовы для обработки процесса. Это понятно? Так, коллеги, а как вы думаете, вот из этих программ что первым делом будет выполнять процесс? Бутстракт. Да, при неисправной графической, а вот теперь правильно. ПОСТ будет выполнять, совершенно верно. Ну а теперь давайте вернемся к последовательности загрузки. Программка ПОСТ выполняется. Еще раз, ПОСТ Power on Self Test. Это служебная программа, предназначенная для диагностики основных компонентов ПК. Что за компоненты? Процессор раз, само программное обеспечение материнки вот эта служебная два, оперативная память три, графический адаптер четыре и контроллеры материнской платы, то есть фактически это контроллеры чипсета пять. Коллеги, понимаем следующее. ПОСТ не выполняет, не обязан выполнять тестирование периферийных компонентов, принтеров, звуковых контроллеров сетевых. Нет, есть материнские платы, где программка ПОСТ сетевой адаптер тестирует, но это как опция, не как основная функция. Только основные компоненты. Коллеги, что является критерием ТВ, что ПОСТ закончил свою работу и не нашел критических ошибок? Как он нам сообщает о том, что он завершил свою работу и не нашел критических ошибок? Звук. Какой звук? Сигнал. Какой сигнал? Бипер. А как этот сигнал будет выглядеть? Что он из себя представляет? Коллеги, когда ПОСТ завершает работу без ошибок, а давайте вспомним, когда мы включили питание компьютера через небольшую паузу, по истечении небольшой паузы, какой сигнал мы слышали? Что-то типа пик. Есть такой? Это называется один короткий звуковой сигнал. Этот звуковой сигнал нам отображает и выводит программу ПОСТ, тем самым сообщая, что диагностика основных компонентов завершилась. Ну, я не спорю. Я не спорю. Тем самым, извините, по этому сигналу мы понимаем, что ПОСТ завершил свою работу и критических ошибок, мешающих загрузке операционной системы, не обнаружено. Можно продолжать загрузку. И загрузка начинается, коллеги, с работы программы Bootstrap. Вот этот платформа независимый загрузчик. Что он должен сделать? Во-первых, где он находится? Платформа независимый загрузчик Bootstrap находится там же, где находится POS, где Setup, BIOS и BIOS. Это служебное программное обеспечение производителя материнки, то есть находится во флеш-памяти на материнской плате. Коллеги, загрузчик Bootstrap, если зависит, то есть что он делает на самом деле? Классическая технология, когда мы загружаем операционную систему жесткого диска. Он должен произвести чтение главной загрузочной записи жесткого диска. MBR. Master Boot Record. Давайте немножечко попробуем разобраться. Чуть-чуть. Совсем немножечко. Что такое жесткий диск? Это множество секторов. То есть что такое сектор? Это минимально адресуемая часть жесткого диска. То есть у каждого сектора есть свой уникальный идентификатор, называемый номером, и в каждый сектор чаще всего помещается 512 байт данных. За исключением твердотельных накопителей, где в сектор вмещаться будет уже в 8 раз больше 4 килобайта данных. Адресация для секторов, которые на сегодняшний день используются, носит название LBA адресация, Logical Block Addressing. Она так и называется. Логическая адресация блоков. Под блоком понимают сектор. Что представляет из себя LBA адресация? Это просто порядковый номер сектора от начала диска. Таким образом, самый младший сектор на жестком диске имеет номер LBA 0. Это начало жесткого диска. Самый младший сектор. Так вот, коллеги, когда мы на жестком диске создаем раздел, в этот момент на жестком диске в секторе с адресом LBA 0 формируется Master Boot Record, главная загрузочная запись жесткого диска. Master Boot Record, MBR. Еще раз, где находится? В самом начале жесткого диска в секторе с адресом LBA 0. Коллеги, я уточню на всякий случай, чтобы моя совесть была чиста. Вот эту информацию я вам даю для того случая, когда материнская плата работает под управлением обычного BIOS. Но сейчас уже достаточно много материнских плат, которые работают под управлением уже обновленного программного обеспечения, может быть, вы слышали, UEFI BIOS. Слышали? Так вот, если речь будет идти об UEFI BIOS, там ситуация немножечко по-другому реализуется. И я сейчас, давайте, у нас очень мало времени, вот этого новой технологии касаться не буду. По-прежнему до сих пор очень много материнок работает под обычным BIOS, поэтому давайте я здесь разберу именно эту ситуацию. Так вот, МБР – это первый физический сектор на диске. Создается в момент создания раздела. Что из себя представляет? Сектор, который хранит небольшую программу управления загрузкой IPL1, инициал программ лоудинг, программа начальной загрузки номер 1. Ее назначение заключается в следующем. Коллеги, мы на жестком диске можем несколько разделов создать? Ну вот, пожалуйста, конкретно. Здесь три раздела созданы. Да, конечно же. Но один из этих разделов должен иметь меточку какого раздела? Активного. На нем хранятся системные файлы. А во всех их случаях, коллеги, будет активный раздел первым на диске. Будет в жизни ситуация, когда активный раздел, может, раздел номер 2? Может быть. А раздел номер 3? Может. Он один, но он не обязан быть первым. Да, чаще всего операционочка делает первый раздел активным, но в жизни мы можем от этого отойти. Так вот, коллеги, задача загрузчика IPL1 заключается в том, чтобы найти активный раздел жесткого диска. То есть, это служебная программа, которая во время загрузки компьютера производит поиск активного раздела диска. Кроме программки IPL1, в МБР содержится Partition Table, таблица разделов. В ней содержится сведение о том, сколько и каких разделов вы на диске создали. Разделов может быть 1, 2, 3 или даже 4. BIOS больше 4 разделов не поддерживает. Это так просто для справки. Так вот, все сведения раздела сохраняются в таблице разделов. Так вот, загрузчик IPL1 ищет активный раздел, анализирует эту таблицу разделов. Логика понятна? Понятно, замечательно. А есть еще в МБР так называемая сигнатура. Сигнатура – это 16-речный код. Он не связан с операционкой, не привязан к файловой системе. Он всегда будет вот таким при условии, если МБР живой. Если МБР существует на жестком диске, то у него есть вот такая сигнатура. Сигнатура – это подпись, как код проверки. То есть вот по сигнатуре программное обеспечение, которое МБР читает, считывает, проверяет, жив МБР или не жив МБР. Всегда будет вот таким у живого МБР. Возвращаемся к последовательности загрузки. Что мы видим, коллеги? Читается МБР. Бутстрап при чтении МБР что сделает? Проверит сигнатуру. Если сигнатура живая, МБР будет прочитан. Что такое прочитан? Содержимое МБР загрузится в оперативную память. А значит, в оперативной памяти у нас будет загружено что? Программка IPL1, которая была до этого кодом на жестком диске в МБР, а сейчас находится в оперативной памяти. А если программка оказалась в памяти, она может быть обработана процессором? Может быть. А следовательно, логично предположить, что миссия загрузчика Бутстрап, управление загрузкой операционной системы на этом закончилось. Управление загрузкой передается вот этой программке, считанной уже с жесткого диска, загрузчику IPL1. Что делает загрузчик IPL1? Мы с вами разобрались. Он смотрит в таблицу разделов, ищет, где начинается активный раздел, где он на диске. Или первый раздел, или второй, или третий. И производит чтение загрузочной записи Бут рекорда активного раздела. В двух словах, коллеги, любой логический раздел C, D, E и так далее, начинается со служебной записи, которая называется загрузочная запись, Бут рекорд. То есть это уже часть файловой системы. То есть любой логический раздел начинается с этой записи. Бут рекорд формируется, когда мы раздел форматируем. А форматирование – это создание файловой системы. Что включает Бут рекорд? Бут рекорд включает в себя, он хранит небольшую программку IPL2, инициал программ логин 2. Ее задача – загрузить системный файл во время загрузки. Там же находится специальная табличка, называемая ее BPP, блок параметр BIOS. Это таблица, в которой хранятся сведения о логическом разделе и его файловой системе. Коллеги, знакомые, возможно, попадали в жизнь в следующую ситуацию. Берем обычную флешку. Вставляем USB-порт, Windows ее нормально идентифицирует, мы на нее кидаем какие-то нужные нам файлики, в надежде принеси домой, переписать на домашний компьютер. Домой пришли, в USB подключили, операционная система Windows флешку обнаружила, тут же радостно нам сообщает. Устройство не форматировано, хотите отформатировать. Были в жизни такие ситуации? Милости просим, коллеги. Считайте, это реклама, на самом деле, и вебинары, это тоже отчасти реклама. И у всех правильно, а у кого не было, у тех обязательно будет, я не провидец, я не каркаю, но это рано или поздно будет. Так вот, коллеги, любая ошибка, блок параметр BIOS, а на флешке есть своя загрузочная запись, и там есть своя BPP. Любая ошибка, практически любая ошибка, BPP приводит к потере сведений о файловой системе, а следовательно, операционка тут же пытается его восстановить, предлагая нам что сделать? Отформатировать. Коллеги, ну ведь наши файлики на флешке остались. Коллеги, вот видите, это уже курсы не по ремонту, не по восстановлению. Есть замечательный курс диагностика и ремонт жестких дисков, восстановление данных. Приходите, там мы будем учиться, как данные потерянные восстанавливают. Там даже есть лабораторочки, где мы сами своими руками данные пытаемся разными способами уничтожить, и против каждого способа есть противоядие, мы ищем противоядие и восстанавливаем эти данные. Это уже несколько в другом курсе. Есть утилиты, совершенно верно, а я вам даже расскажу, где на флешке есть копия, но не на семинаре, чтобы была задачка прийти на курс. И вот такой я вредный. БПБ. И также сигнатура. То есть, бутрекорд заканчивается такой же сигнатурой, какой заканчивался НБР-55АА. И назначение у сигнатуры то же самое. По ней программное обеспечение считает жив бутрекорд или не жив бутрекорд. Возвращаемся к последовательности загрузки. Чтение загрузочной записи активного раздела осуществилось. А частью загрузочной записи является программка IPL2, которая сейчас загрузилась в оперативную память. Из чего мы опять же сделаем вывод, что миссия загрузчика уже IPL1 на этом закончилась. И управление загрузкой будет дальше какое-то время осуществлять программка IPL2. Программка IPL2 должна обратиться в корневую папку активного раздела и загрузить в оперативную память системный загрузчик BOOT-MGR. Знакомое сообщение BOOT-MGR из миссинг. Было? Жизнь. Не было, значит будет. BOOT-MGR из миссинг это стандартное сообщение об ошибке от программки IPL2. Если она в корневую папку активного раздела заглянула, а файла BOOT-MGR там не нашла. Загрузка невозможна, появляется на экране сообщения. BOOT-MGR, системный загрузчик. Его задача управлять загрузкой всех остальных компонентов операционной системы. До этого момента он был файлом на жестком диске, сейчас он находится в памяти, а процессор может программку выполнить, когда она находится в памяти. Получается, что миссия загрузчика IPL2 закончилась, управляет дальше загрузкой BOOT-MGR. Что он делает? Анализирует базу данных BCD для того, чтобы определить, какие операционные системы, где, в какой раздел они установлены. Если у вас на компьютере установлена не одна, а несколько операционных систем, в хранилище BCD сведения о каждой. Значит, на этом этапе формируется BOOT-меню. Две операционки, когда поставили, видели меню с предложением выбрать вариант загрузки. Формируется оно BOOT-менеджером за счет того, что в BCD хранятся сведения о нескольких операционных системах. Операционная система обнаружена, папка Windows найдена, производится загрузка ядра операционной системы. После загрузки ядра операционной системы производится загрузка системного реестра, анализируется конфигурация оборудования, загружаются драйверы, стартуют службы. Дальше производится загрузка программки WinLogan.exe. Мы видим в подсистеме список учетных записей. Выбираем свою учетку, вводим имя учетки и пароль. Вошли в систему, загрузился графический интерфейс, загрузилась программка Explorer.exe. Вот, коллеги, процесс загрузки в нескольких словах. Не пугайтесь. Я надеюсь, я этой информацией вас не особо загрузил. Зачем я об этом говорю? Коллеги, для того еще раз, чтобы делать выводы о том, что является причиной того, что компьютер не работает, не загружается в операционной системе, надо прекрасно ориентироваться в том, что в этот момент внутри происходит. Зная, что в этот момент происходит, мы можем предполагать, где произошла авария и как нам эту проблему бороться. Ну а теперь, как раз немножечко времени осталось, давайте поговорим об основных неисправностях. Первая часть. Мы можем с вами остановиться, ну, допустим, вот здесь, на работе POST. Можем? Можем. Программка POST. Я выполняю диагностику. Если находит критическую ошибку, каким образом эта программка в этом случае нам сообщит об обнаруженной проблеме? Разный звук. Звуковые сигналы. Все правильно, коллеги. На самом деле, не всегда, кстати, звуковые сигналы, это так для справки. Все зависит от модели материнской платы. То есть, есть материнские платы, и большинство, когда программка POST нам сообщает, да, действительно, звуковыми сигналами. Это комбинация коротких, длинных, длинных и коротких. У каждого свои, и, во-первых, зависит звуковой сигнал от типа ошибки, плюс зависит еще от производителя биоса материнки. У Аммибиус свой характер звуковых сигналов, у Эфеникса свой, у Эверда свой. Есть правильно материнские платы со световым индикатором. Индикатор. Индикатор может быть цифровой, а может быть цветные лампочки, светодиодики разноцветные, зеленые и красные. И если у нас есть какая-то критическая ошибка, мы смотрим на комбинацию этих индикаторов, описание на материнскую плату, берем код ошибки. А есть еще и третья технология. Коллеги, вам такой производитель материнских плат, как Asus, известен? Ну, отлично. У компании Asus есть запатентованная технология, называется она Postreporter. Postreporter. Если материнская плата поддерживает режим Postreporter, она может сообщать об ошибках голоса. Я вас удивил. Более того, вместе с материночкой идет программка, с помощью которой можете записать сообщения своим языком, своим голосом. И отныне материночка будет вашим голосом ругаться, с вашей интонацией. Да, и такое бывает. Ну, чаще всего мы ориентируемся, естественно, на звуковые сигналы. Но давайте, коллеги, возьмем для осмолвы BIOS от компании Evert. Evert. И поговорим об основных звуковых сигналах. Почему именно Evert? Дело в том, что у этого BIOS самая короткая звуковая схема. Очень мало звуковых кодов ошибок. Как результат, нам просто по времени этого будет достаточно, чтобы здесь остановиться. Будет желание, придете на курс технической обслуживания, ремонт, халдеск. Там вас ожидают лабораторные работы с пониманием. Там все будет. И аппаратные, и программные ошибочки. Ну, так вот. Пост начинает с чего? Диагностика питания. Первый тест – это диагностика питания. Диагностика питания. Этот тест очень часто может не выполняться, коллеги. Дело в том, что теоретически пост должен проверить питание. Но практически, будет он этот тест выполнять или нет, зависит уже от конкретной реализации производителя на материнской плате. И очень часто пост ошибки питания не находит. Но, тем не менее, если ошибочка питания находится, для Evert BIOS это будет звучать как монотонный звуковой сигнал. Монотонный звуковой сигнал. Монотонный, значит, примерно так. Останавливаться он не будет. Привется он тогда, когда вы выключите питание. Что может быть причиной? Причин здесь несколько. Естественно, это может быть причиной блок питания. Нужна диагностика уже подробная блока питания. Причина может быть самой материнки. И причина может быть неверным подключение разъемов и кабелей, которые на корпусе, на устройствах материнской плате. То есть в этой ситуации целенаправленно скрываем крышку системного блока и начинаем последовательно проверять вот эти все возможные причины, локализуя, устраняя их. Коллеги, я оговорюсь дополнительно к программке POST. POST работает во время работы, проходит два этапа. Первый этап характеризуется тем, что диагностика осуществляется до обнаружения первой ошибки. То есть если POST, ну к примеру, вот на этом тесте найдет ошибку, она диагностику остановит, даст нам вот этот звуковой сигнал и дальше продолжать диагностику, и как результат продолжать загрузку в операционной системе уже никто не будет. Это первый этап программки POST. Еще оговорюсь, коллеги, программа POST это не профессиональная диагностика. Я вам как специалист, который с компьютерной техникой работает с прошлого столетия, а если быть точнее, с 80-х годов прошлого столетия, с персональными компьютерами, я не говорю, со средственной вычислительной техникой, у меня опыт больше. Вот, с персональными компьютерами, да, вот такой я монстр в этом плане, динозавр. Ну так вот, я могу сказать, что POST очень часто ошибок не находит. И даже если он не даст нам вот этого звукового сигнала, исключать факт, когда компьютер не работает, что у нас проблемы с питанием, ни в коем случае нельзя. То есть POST может молчать, хотя быть обозначена именно эта проблема. Но POST ко второму шагу перейдет только тогда, когда с питанием вроде бы как проблем нет. После тестирования питания, если с этим шагом нет проблем, будет протестирован центральный процессор. Будет выполнен тест центрального процессора плюс сопроцессора FPU. К сожалению, звукового сигнала на этот ход, на эту ошибочку, Everbius нам не дает. То есть в этом случае, если у нас неисправность будет как таковая, мы включим питание, оно у нас запустится, а дальше никаких признаков жизни. Никакого изображения на экране, никаких звуковых сигналов мы не увидим. Коллеги, а что есть... ну процессор понятно. А что такое сопроцессор или FPU-14 процессор Юнит? Все мы знаем. Коллеги, вот смотрите. Вот такая операция 2 плюс 2 или вторая операция 2,2 плюс 2,2. В чем разница между ними? Разница в том, что это целочисленные действия, а это дробнодестичные. Правильно? Так вот, коллеги. Центральный процессор спроектирован для того, чтобы выполнять любые арифметические действия только с целыми числями. А в приложении бывают и вот такие действия. Правильно? Если в приложении встречается вот такое действие, и его должен центральный процессор выполнить. Центральный процессор останавливает выполнение программы. Вот это одно действие раскладывает на десяточек целочисленных, то есть упрощает в виде целочисленных, и выполняет, то есть работает неэффективно. Вместо одного приходится выполнять много действий. Именно по этой причине такое действие в современных системах будет выполнять сопроцессор. FPU, Floating Processor Unit, или со-процессор, или ко-процессор, или математический процессор, или арифметический процессор, или процессор числовых данных. И на него много суть одна. Это вспомогательный процессор, который выполняет дробные десятичные действия. Загрузил. Ну, тогда прямой смысл на курс, на курсах буду разгружать. Коллеги, на самом деле, не переживайте. Рано или поздно вы с этой аббревиатурой столкнетесь, еще будете говорить спасибо. Не придете на курс, будете дистанционно говорить. Придете на курс, будете реально говорить спасибо. Пожалуйста. Ну, так вот. Когда-то это были разные микросхемы. Сейчас процессор и со-процессор в одной микросхеме. Сейчас вы покупаете процессор вместе с со-процессором, который интегрирован. Дело в том, что сейчас первые задачи, основные задачи, задачи мультимедиа, задачи мультимедиа, это сплошные дробные десятичные действия. И без со-процессора это бы выполнялось крайне медленно и неэффективно. Ну, то есть, в любом случае, сути не меняют. Это все равно процессор, правильно? Ошибка на этом этапе не приведет к звуковому сигналу отсутствия. После теста процессора, если здесь все хорошо, следующим шагом будет протестировано программное обеспечение тест по материнской платы. То есть, тест биоса и так далее. К сожалению, опять же, ошибка на этом этапе не может идентифицирована быть звуковым сигналом. И будет точно так же проявляться как шагом выше. Питание включится, но полное молчание. Если с тестом материнки, ПО, вот материнки, все нормально, за номером 4 будет протестировано младшие ячейки. Ну, скажем так, когда-то 64 килобайта, сейчас в большинстве случаев 512 килобайт оперативной памяти. Почему именно 512 килобайт? Дело в том, чтобы загрузить компьютер, естественно, не в графическое Windows, а хотя бы в командной строке, минимум нужно 512 килобайт. То есть, для загрузки операционной системы типа командная строка, нужно минимум 512 килобайт памяти. Если память неисправна, загрузка невозможна. Поэтому на этом этапе тестируется именно вот этот объем оперативной памяти. Если ошибка на этом этапе будет обнаружена, что мы с вами в виде звука должны получиться? Звуковой сигнал теоретически здесь должен быть. Для Evert BIOS это непрерывно повторяющиеся длинные звуковые сигналы. Ну, допустим, бип, там бип, бип, ну и так далее. Что является причиной, как мы локализуем? Вскрываем крышку системного блока. Если несколько модуль памяти, а материнка поддерживает работу с одним, мы начинаем по одному оставлять. Естественно, открыв документацию на материнскую плату, мы еще и разбираемся в правильном разъемчике, мы эту память установили. То есть, причина может быть до банальности проста. А память исправна, а пользователь просто ее не в тот разъем, модуль памяти установил. То есть, это сведения берем из документации на материнскую плату. Причина может быть в том, что память несовместима между материнской платой. Это опять же сведения из документации берем. Причина еще может быть в неверных настроечках, ну и так далее, и так далее. Естественно, причина может быть в неисправности модуля памяти. То есть, локализуем. Если здесь все хорошо, за номером 5 выполняется тест основных контроллеров материнской платы. Тест контроллеров материнской платы. Контроллеров материнской платы. Коллеги, я не буду в этом коротком семинаре говорить, что основные контроллеры материнской платы – это системный таймер, это контроллер прямого доступа к памяти, контроллер прерывания, еще больше загружу. Я вам советую. Найдите в сети информацию об архитектуре материночки, почитайте. Пока вы не поймете, кто такой контроллер прерывания и что такое контроллер прямого доступа к памяти. Пока вы не поймете, как устройства взаимодействуют друг с другом, опять же, говорить о профессиональной диагностике достаточно проблематично. Мы можем с вами обладать поверхностным опытом, но более серьезную ситуацию мы разруливать уже не сможем. Это поможет диагностике. Приходите также на курс, буду отвечать на все ваши вопросы. К сожалению, коллеги, на этом этапе, опять же, никаких звуковых сигналов у нас нет. Если, опять же, ошибочка будет на этом этапе, то остановится все. Именно включили питание и дальше признаков жизни нет. Если с контроллером материнки все хорошо, за номером 6 будет протестирован графический адаптер. Это тест основного графического адаптера. Как ошибка на этом этапе должна проявиться? Теоретически это должен быть один длинный, два коротких или один длинный, три коротких звуковых сигналов. Опять же, что причиной может быть? Причиной может быть отказ графического контроллера, а в первую очередь причиной отказа графического контроллера является несоблюдение температурных режимов. Из-за отсутствия профилактики пыльноудаляемой системного блоков, из-за разгона графического контроллера, когда пользователь пытается заставить работать его на более высокой частоте, естественно, с большим теплоуделением система ухлаждения не меняется. Но причин достаточно много. И, к сожалению, вот эти вот неисправности в жизни достаточно часто бывают. Если с графическим адаптером все хорошо, происходит инициализация появления изображения. Инициализация графического контроллера, вот на этом этапе появится появление изображения. Еще раз, коллеги, если мы до этого дошли, это первый этап пост, вот с этими устройствами ошибок пост не обнаружили. После появления изображения за номером 8 производится тест остальной памяти. Он, кстати, может быть отключен в настройках Setup BIOS. Может быть, вы видели, компьютер включили, картиночка появилась, и цифры прибежали. Вот это может означать выполнение тестирования. Тест остальной памяти. Коллеги, если на этом этапе будет обнаружена ошибка, пост нас, извините, нашей мозги пудрить звуковыми сигналами уже не будет. Начиная с 8 теста, все остальное выводится, сообщение об ошибках выводится в текстовом формате, текст на экране монитора. Если остальная память протестирована, все хорошо, за номером 9 тестируется контроллер жесткого диска, тест hard disk контроллера, дальше тестируется клавиатура, тест клавиатуры, и если с клавиатурой все хорошо, мы слышим один короткий звуковой сигнал. Это говорит о том, что ошибочки нет. Еще раз, коллеги, смотрите, получается, что самое уязвимое место с точки зрения диагностики аппаратуры, вот если мы о стандартной программе ПОСТ говорим, это вот эти тесты. То есть до появления изображения. Потому что даже если мы здесь обозначили с вами какой-то звуковой сигнал, не всегда в жизни он бывает. Бывает и неисправная память, а просто молчать как партизан. Вот правила диагностики давайте попробуем определить. То есть, собственно, я сейчас несколько советов вам готов дать, как поступать в том случае, если компьютер не работает. Пока мы говорим об аппаратной диагностике, пока не говорим по программным продуктам. То есть смоделируем ситуацию. Компьютер не работает со слов пользователя. Более подробно пользователь нам данных не дает. Ну вот представим, что мы и диагностикой занимаемся. Как вы думаете, коллеги, подойдя к этому чужому, не вашему системному блоку, что будет, наверное, если вы это сделаете, действие очень опрометчиво с ним сделать? Как вы думаете? Ну, вы как думаете? Ну, смелее. Ведь жизни же были в ситуации. Правильно, но это нам подсказывает. На самом деле, прометчиво будет это дело включить. Почему? Догадываетесь. Да, правильно, Александр, не надо включать. Я обычно своим слушателям в курсе, когда они слушают вот эту тему у меня, рассказываю не компьютерный анекдот, возможно, будет хуже, а жизненный анекдот. Больной после тяжелейшей операции очнулся, после наркоза проснулся, почувствовал, что жив, и вслух произнес, слава богу, что жив. И эту фразу услышали два других больных, которыми эта операция была выполнена раньше, они же ходить пытаются. Они ему так говорят, сейчас, 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 мы поговорим, Евгений. Они ему так оптимистично говорят, ты не торопись радоваться, возможно, тебя повторно резать будут еще под нож. Как, что, что, осложнение? Нет, говорит, мне такая же операция один из них, говорит. Сделан на прошлой неделе, зашивали скальпель внутри, забыли, не могу согнуться, кровоточить, больно, будет резать, повторно вырезать скальпель. Второй, во-во-во, у меня там пинцет, тоже больно сгибаться, тоже будет вырезать. Этот перепугался, не хочется же второй раз под нож ложиться. Попробовал, ну, насколько может тело в лежачем состоянии на кровати посотращать. Вроде бы ничего колкого внутри нет, мы про себя подумали, наверное, ничего не забыли, лишнее все же шили, все правильно. И тот голос хирурга, который мой эту операцию проводил, кто видел мою шляпу. Это к вопросу о том, коллеги, я не говорю, что шляпу мы с вами забываем внутри системного блока, а вы уверены в квалификации пользователя, который этот системный блок конфигурировал до вашего вмешательства? Вы уверены, что все разъемы подключены правильно? Вы уверены, что все устройства установлены правильно? Ничто не закорачивает, нет лишних металлических предметов. Вы уверены, что система охлаждения работает? Вы уверены, что переключатель типа напряжения сети, переключатель бабах, я его так называю, со стороны вентиляторов блока питания в положении 230, а не в положении 115? Вот в этом случае включение будет сопровождаться хорошим бабахом, взрывом блока питания. Коллеги, эти ошибки являются критическими. И надо все, что от вас зависит, сделать визуально, проверить, посмотреть, естественно, чтобы исключить. Поэтому начинаем правила диагностики мы следующие. Мы производим вскрытие, то есть скрываем крышку. Вскрытие. Плюс, одновременно с этим мы читаем документацию на материнскую плату. А для чего читать документацию? Во-первых, чтобы разобраться с конфигурацией оборудования. Во-вторых, чтобы знать, с какими компонентами материнка совместима. Кто сказал, что компьютер не работает по причине неисправности? Это может быть несовместимо. Пользователь выполнил апгрейд, купил память, которую материнка не поддерживает. Результат. Результат вот мы и получили. И вас пригласили, допустим, чтобы исправить эту ситуацию. Все эти вещи, всю эту информацию берем из документации. Плюс визуальный контроль. Визуальный контроль. То есть осматривайте компоненты, разъемы, правильность установки оборудования. То есть сделайте все, что от вас зависит, чтобы не исключить ошибку питания и не привести к гибели оборудования. И обнюх тоже. А иногда общук надо, а иногда еще обсмотр нужно. Коллеги, здесь любые ваши чувства. Я могу честно сказать, диагностика у нас родни практически искусству. Когда вы научитесь видеть те нюансы. Нет, вот лизать не надо. Это уже будет лишнее. Когда вы научитесь видеть те нюансы, которые обычный пользователь не видит, для вас откроются нюансы каждой несправности. Каждая несправность проявляется по-своему. В диагностике любая мелочь, даже клавиатура важна. Об этих примерах я слушателям как раз на курсе рассказываю. Визуальный контроль. На что смотрим? В первую очередь на установку оборудования и на подключение кабелей. После выполнения визуального контроля нам нужны еще одну причину возможной ситуации, из-за чего компьютер не работает, программа умирает. Коллеги, Setup BIOS, настройка оборудования встроенного материнского порта. Среди настроек Setup BIOS есть настроечки, неверно выставив режим оборудования, мы сможем заблокировать работу этого оборудования. Такое есть там? Есть. Разгон тот же самый. Управление питанием. Как правило бывает, могут быть это точно. Так что, чтобы исключить вот эту ситуацию, я обычно в этот момент еще и выполняю операцию, которая называется CLR Clared CMOS. Дело в том, что настройки выполнены с помощью Setup BIOS, у нас хранятся специальные памяти, она называется CMOS память. Очень важную роль в работе компьютера играет. И если там сейчас неверно заданный режим, то выполнив CLared CMOS, а это осуществляется джампером на материнской плате, есть перемычка, джампер. И если мы выполняем... Да, совершенно верно. Это возврат настроек в дефолт. Плюс ко всему я проверяю, как эта перемычка установлена. Очень часто материнка может не запускаться, если перемычка находится не в режиме Normal, а в режиме CLER. Плюс ко всему я в этот момент проверяю на самом деле остальные джамперы, остальные перемычки на материнской плате. Если мы считаем, что на современных материнских платах джамперов уже давно нет, мы глубоко ошибаемся, коллеги. Многие серверные платформы, серверные материнки до сих пор настройку оборудования, основные настройки осуществляют механические джамперы. И там есть джамперы, с помощью которых меняется даже напряжение питания, меняется частота. Если мы неверный режим задаем этими перемычками, это может быть причиной не просто того, что система не запускается, а гибели оборудования при включении. Перемычки на материнской плате проверяем. Проверят. Вот после этого я произвожу включение. И в момент включения я смотрю на вентиляторы. Возможная ситуация следующая. Вентилятор дернулся и остановился. Причина – короткое замыкание. В чем? Это может быть неисправность блока питания. Это может быть неисправность какого-либо устройства. Ну, в большинстве случаев сама пыль. Это если она совсем там забьется. А вот пыль с водой становится хорошим проводником, как результат что-то подкорачивать может. Это может быть какое-то еще раз устройство, где разъем питания куда подключен. Ну и так далее. Здесь уже отдельно, начиная по очереди, включать, смотреть. Дальше. Вентилятор вращается, плюс есть изображение. Значит, то, что мы сверху сделали, уже помогло восстановиться. А что мы фактически сделали? Проверили компоненты. Проверили, возможно, там что-то убрали. Или клетч, может, что-то в этом было. И третья ситуация, наиболее частая встречается. Вентилятор вращается, плюс нет изображения, нет признаков жизни. Нет изображения. Вот в этой ситуации давайте попробуем разобраться. Когда вентилятор вращается, но нет изображения. Попробуем определить. Но опять же, глобально. Может быть проблема в графическом контроле. Есть такое? Раз. Вторая ситуация. Может быть проблема в материнской плате. Есть такое? Два. Может быть проблема в центральном процессоре. Может быть. Три. Может быть проблема в оперативной памяти. Четыре. Может быть проблема из-за какой-то неисправности внешнего устройства. Допустим, жесткого диска, который через интерфейс связан с материнской платой. Может быть. Внешнее устройство. Вот как в этих случаях, из этих предполагаемых устройств выходить. Коллеги, единый совет. Совет следующий. Диагностика начинается от минимального комплекта оборудования. Ми-ни-мо. То есть в этом случае что я оставляю? Я оставляю материнскую плату. Я оставляю на ней процессор с системой охлаждения. Потому что без охлаждения нет. Я оставляю спикер, динамик. И пытаюсь вот только в этом, с этим набором компонентов запустить материночку. Если мать и процессор живы, то программка POST в этом случае мне должна отрапортовать чем? С длинными звуковыми сигналами для Everview, что у нас оперативная память. То есть пока материнка будет вот в этом минимальном комплекте молчать как партизан, у вас остается для предполагаемых причин. Или это будет материнская плата, или это будет процессор. Но более детально вот из этих двух причин определить, коллеги, есть два способа. А без процессора у вас ничего не получится. Есть отдельный... Нет, смотрите. На самом деле не всегда. Есть материнские платы со своим модулем диагностики. Если в материнке встроен модул диагностики, то тогда отсутствие процессора не является обязательно, то есть присутствие, и диагностика будет осуществляться. Если же это обычная классическая материнка, диагностика осуществляется программой POST. А POST это программа, кто ее выполняет? Догадаемся? И без процессора ни о какой работе программы POST речи не идет. Поэтому минимальный комплект в этом случае все равно процессор включен. Еще раз, коллеги, если при минимальном наборе оборудования у нас все это молчит, или метод взаимозамены, когда у нас явно исправный компонент есть, мы меняем, или второй метод использовать профессиональное диагностическое оборудование. Есть специальные программно-аппаратные комплексы, они стоят приличных денег, используются профессиональными ремонтниками, которые позволяют выполнить диагностику вот этих компонентов и уже точно совершенно поставить диагноз. Это дорого. И это нужно обычному необычному пользователю, а профессионалу. Если кто-то будет зарабатывать деньги. На лабораторке мы осваиваем простенький метод взаимозамены. Вот на курсе техническо обслуживания и ремонт, там есть оборудование, и мы методом взаимозамены все это потихонечку начинаем диагностировать. Если же материночка запищала, все хорошо, добавляем сюда оперативную память. Если мы слышим один длинный, три коротких запищала, добавляем графический адаптер. Если мы получили картиночку, мы начинаем по очереди каждый следующий модуль памяти добавлять. То есть технология достаточно простая, коллеги. Идем от минимума, оживляем оборудование в минимальном комплекте, а потом на каждом этапе мы подключаем по одному устройству. Других способов я вам посоветовать не могу, но потренироваться, это теория, приходите на лабораторные работы. С этим разобрались? Все было понятно. Тогда еще один совсем маленький блок, коллеги, я много вас, тем более у нас совсем немножечко времени. Ошибки загрузки операционной системы. Давайте несколько ошибочек разберем. У нас может быть ошибка на считывание МР. Может быть ошибка на считывании BootRecord. Может быть ошибка на чтении системного файла. Может быть. Вот хотя бы три этих ошибочки. Давайте разберем. Предполагаем, что мы остановились на работе загрузчика Bootstrap. Загрузчик Bootstrap. Стандартная программа от производителя материнской кладки. Каждая программа выдает свое сообщение об ошибке. Загрузчик Bootstrap чаще всего дает, он не просто называется платформа независимый загрузчик, то есть не привязанный к загрузке операционной системы. Он дает сообщение абстрактное. Просто Boot Failure или Disk Boot Failure in Search System Disk, или Reboot and Select Cooperative Boot Device. Возможно, видели такие сообщения на черном экране. Загрузчик Bootstrap. В чем причина? Повреждена или недоступна главная загрузочная запись жесткого диска. Что в этом случае делать? Первым делом зайти в Setup BIOS и проверить, а есть ли жесткий диск, правильно ли он определяется, а выбраны ли параметры загрузки жесткого диска. Если с этим жестким диском все хорошо, тогда, конечно же, надо попробовать проанализировать содержимое МБР. То есть для этого есть отдельные программки. Вот на курсе как раз мы знакомимся программки 16-речного редактора. Но тем не менее, есть средства в самой операционной системе. То есть чтобы ручками анализировать, что я уже начал говорить, это нужно хотя бы просмотреть один раз на лабораторке, чтобы я показал. На семинаре это сделать нереально. Ну, придете, если вы на курс, там будем уже более предметно заняться. Здесь же я могу посоветовать следующее. В операционной системе Windows есть вот такая команда. Если речь идет о современных операционных системе Windows, команда называется bootrack. Bootrack. Пробел, касая черта, фикс МБР. Эта команда предназначена для восстановления ошибок МБР. И в первую очередь, если поврежден загрузчик IPL1, он будет восстановлен. Как эту команду набрать? Нужен установочный диск, диск, который выставили в операционную систему, с него произвести загрузку. На начальном этапе, перед началом, у нас будет ссылочка в центре экрана, если помните, установка операционной системы, а внизу слева восстановление. Вот пройти по восстановлению, дальше выбрать командная строка и ввести вот эту команду. Тем самым, будет исправлен загрузчик. То есть, тем самым, мы с вами поборолись с ошибкой главной загрузочной записи. Если мы с вами загрузки дошли до загрузочной записи, до bootrack, какое сообщение на экране в этом случае может? Или error loading operating system, слышали? Или missing operating system. Вот эти сообщения об ошибке говорят о том, что повреждена загрузочная запись. В операционной системе Microsoft есть команда, опять же, bootrack, пробел, косая черта, fix, boot. В первую очередь, предназначен для исправления загрузчика, для починки загрузчика Apple 2. И мы сможем легко исправить этот загрузчик, устранив проблему. Ну, а если мы с вами дошли, уже коллеги, до файла bootmgr, bootmgr, сообщение об ошибке здесь будет следующее, я уже неоднократно сегодня его произносил, bootmgr, размис. То в этом случае мы точно так же можем загрузить командную строчку и командой копии скопировать этот файл с установочного CD-ROM в корневую папку активного раздела. Тем самым мы сэкономим время, и вместо того, чтобы заново устанавливать операционную систему, тратя на это полдня, мы за считанные минуты восстановим первоначальную загрузку операционной системы. Вот, собственно, коллеги, это тут, ну, совсем простенькие примеры, которые в жизни могут подстерегать самый неприятный момент каждого пользователя. Ну, а как выходить или нанимать специалиста, вызывать специалиста, выкладывая при этом от двух тысяч рублей и выше, причем очень часто за простейшую проблему из-за некомпетентности пользователей приходится платить гораздо больше суммы, потому что пользователи просто, ну, честно, если говорить, очень часто нечестные техники обманывают, накручивают проблем, задача выбить очень много денег. Или самостоятельно, или изучив этот материал, все, о чем я говорю, на самом деле, в разных источниках в интернете и в печатной литературе есть. Оно есть и в моей голове. Можно поступить по-другому, прийти ко мне на курсы, есть целая линейка курсов, и как результат получить из первого курса. Это уже сами решаете. Буквально совсем последний тогда нюанс, коллеги, о каких курсах я говорю, это уже в качестве рекламы. Курс техническое обслуживание и ремонт техобслуживания и ремонт персонального компьютера, ремонт ПК. В ближайшее время есть группа, приходите, записывайтесь. Курс диагностика, ремонт жестких дисков, диагностика и ремонт жесткого диска HDD, восстановление данных. Есть в ближайшее время, приходите. Будем об этом говорить. Курс обслуживания ноутбуков и планшетных ПК. Обслуживание ноутов и планшетных ПК. Тоже есть в ближайшее время, приходите. Курс основы сетей и сетевые технологии тоже есть, приходите. И, пожалуй, еще один курс могу посоветовать. Это для тех пользователей, которые в характеристиках оборудования решили поподробнее изучить, то есть поднотореять, чтобы железо правильно выбирать. Это курс совместно с компанией Мейджин сборка игрового ПК. Не в смысле того, чтобы прийти и отверточкой покрутить, хотя эта лабораторка там есть, а в смысле, как под конкретные программы подобрать правильный процессор, как под выбранный процессор. Коллеги, по стоимости я вас не сориентирую. По стоимости пишите нашим менеджерам, смотрите на сайте. Я обычный преподаватель. Тем более, если вы у нас учились, у вас наверняка скидки есть, а это индивидуально. Звоните, узнавайте. Ну, а если я хотя бы вот сегодняшний материал по части диагностики вам немножечко помог, если, надеюсь, сегодня не слишком загрузил, ну, а если загрузил, переваривайте, коллеги, потому что рано или поздно вы с этим столкнетесь обязательно. Ну что, спасибо за...